Популярный музыкант, востребованный спортсмен или великий художник. Наверняка многие родители не раз задавались вопросом, как вырастить чудо-ребенка. Давайте разбираться в талантах вашего малыша вместе. Во многом успех детей куют сами родители, ведь так или иначе, это они закладывают первые кирпичики, фундамент будущих достижений своего ребенка. Бросают все дела и везут свои чады на уроки рисования, меняют место жительства и работу во имя будущих побед. Но чтобы ваши усилия не были напрасны, к выбору увлечений надо подходить серьезно. С ребенком нужно общаться, нужно с ним разговаривать и открывать любые двери, если вы заметите, что ребенок какое-то длительное время проводит с карандашами, с кисточками. Способности у детей начинают проявляться уже к пяти годам. Именно этот возраст требует особого внимания для выбора будущего увлечения вашего малыша. Крайне нежелательное здесь принуждение, которое может лишь погубить талант ребенка. Бывают дети очень ранние, там бывает и в полтора года, и в два годика, но это такое немножко неосознанно. Раньше не нужно приводить. Почему? Потому что получается так, что форма игры первого года обучения, она очень быстро заканчивается, и потом увлечь ребенка достаточно сложно. Вот, ну, самый главный девиз не навредить, все делается с любовью. Вы добьетесь половины успеха, если у вас получится увлечь ребенка. Для этого не стоит скупиться на похвалу и вместе радоваться результатам работы. Хвалить нужно всегда. Всегда у нас первый диалог с родителями, первые две фразы, два предложения. Принесите два рисунка или один. За что нужно похвалить? За что я вас похвалю? Мотивировать ребенка на результат нужно обязательно. Для моих старших детей, которые вот уже там учатся, они знают, что следующий этап отношений наши с ними начинается с критики. Если я вас критикую, я вас воспринимаю серьезно как коллег. Поэтому этот период, он должен быть ласковый, мармеладный, весь в похвале. Даже если ваш малыш в будущем не станет великим художником, музыкантом или спортсменом, не спешите расстраиваться. Ваши труды не напрасны. Любые полученные знания в детстве обязательно пригодятся вашему ребенку. Он будет культурным человеком, как раньше были традиции, когда знали несколько языков, обязательно занимались хореографией, занимались живописью. Это развитие духовное. Они никогда никого не обидят, они всегда помогут. Они будут стремиться, они пойдут в театр, они пойдут в музеи. Следуя таким нехитрым правилам, ваш ребенок от занятий получит максимум удовольствий. И уже в скором времени вы пожнете первые плоды успеха. Так сложно себе представить, что все эти работы сделали дети яркие, эмоциональные, глубокие. Они занимают полноправное место на выставке. А ребята, словно взрослые художники, представляют публике свои картины. Работа называется «Морячок». Она нарисована в стиле Казимира Малевича, от темного к светлому цвету, открытыми цветами. Моя картина называется «Изучаем Малевича». На ней я изобразила то, как учительница рассказывает своим детям о супрематизме. Это современная картина по Малевичу. Лучшее достижение для родителей – счастливая улыбка их детей. Радуйте своих малышей, помогайте им и поддерживайте в их творчестве. А они потом по достоинству вознаградят вас за старания. Яна Леонович, Алексей Колупанко. Утро. Студия. Хорошего настроения.